Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 16 февраля. Сегодня наш праздничный тираж посвящен Дню всех влюбленных. Всех, кто любит и всех, кто любим. И не важно, что Валентинов день мы отпраздновали два дня тому назад. Мы бы хотели, чтобы вы были влюблены круглый год. И чтобы этой любви хотя бы чуть-чуть хватило и на нашу игру. Итак, в эфире 436-й праздничный тираж всероссийской телевизионной, всеми любимой, телевизионной игры лотереи «Русское лото». АПЛОДИСМЕНТЫ Как я уже сказал, сегодня у нас 36-й тираж из пятой сотни тиражей «Русского лото». А в 1836 году началось строительство первой в России железной дорожной ветки «Петербург-Царское село». И, естественно, в нашей тиражной комиссии сегодня заместитель начальника отдела регулирования вагонными парками Центра управления перевозками МПС России Валентин Барбицкий. АПЛОДИСМЕНТЫ Начальник отдела перевозок Московского отделения Октябрьской железной дороги Валентин Симонов. АПЛОДИСМЕНТЫ Заместитель начальника Московской Ярославской дистанции сигнализации и связи Валентин Мухин. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот сюда, пожалуйста. Да, ну, такое у нас движение по кольцевой железной дороге сейчас мы осуществим. Так, вы заметили, что вы все три Валентина? Вы заметили, что это все три Валентина? АПЛОДИСМЕНТЫ Не случайно. Сегодня у нас вот здесь в тиражной комиссии три Валентина. У нас сегодня праздничный тираж, посвященный Дню всех влюблённых. Я надеюсь, что вы любимы. Кивают. Что вы любите. Кивают. И вы любите свою работу. Да, кивают. Ну, всё сходится. Итак, ещё раз. С Днём всех влюблённых! Валентинов день! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а теперь за работу я прошу вас, серьёзных начальников железных дорог, проверить наличие всех бочонок от первого и до девяностого. Затем переставить их в любом порядке, как вам заблагорассудится. А я тем временем передам слово нашей компьютерной группе. Говорит Татьяна Ионина! АПЛОДИСМЕНТЫ В 436-м тираже принимает участие 1 миллион 431 тысячи 541 купленный вами билет. Призовой фонд игры составил 21 миллион 473 тысячи 115 рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всё в порядке? Так, вот сюда поставим так, чтобы вращение было без помех. Ну, я подставляю мешок. Раз, всё в порядке, тиражная комиссия сказала. И мы начинаем вращение штурвала. И я желаю удачи всем, кто играет сегодня в праздничном 436-м тираже. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, всё. Всё засыпалось, всё в порядке. Отставших нету. Я прошу вас за стол тиражной комиссии. Там вас ждут протоколы. А мы с надеждой, с любовью вглядываемся в этот билет. На нём написано «День влюблённых». 16 февраля 2003 года. Телеканал «Россия», радиостанция «Маяк». Ну как ведь, глядя на этот билет, невольно не задуматься о каком-нибудь серьёзном, крупном денежном призе. Ну, например, взять да и выиграть джекпот! Призовый фонд джекпота составил 5 миллионов 145 тысяч 411 рублей. Уже больше 5 миллионов. Более 5 миллионов составляет наш приз джекпот. Правила, по которым его можно выиграть, достаточно жёсткие. Ну и приз, прямо скажем, немал. Для того, чтобы выиграть джекпот, нужно, чтобы первые 15 номеров, которые появятся волей судьбы из этого мешка, оказались в числе 30 номеров вашего билета. Тогда вы и станете обладателем этой суммы. Более 5 миллионов 145 тысяч рублей! А в конце игры вас вновь ждёт восставшая, как феникс из пекла, кубышка! Призовый фонд кубышки составил 644 тысячи 193 рубля. Более 644 тысяч рублей вновь в нашей кубышке. А она начинает свою жизнь сначала. И, может быть, её жизнь сегодня оборвётся трагически в конце тиража. А почему трагически? В общем, это всё радостно, потому что в последнее время нашу кубышку выигрывают часто и выигрывают по много игроков. Итак, от души вам этого и желаю. А начнём-то мы с первого тура! Призовой фонд первого тура составил 93 тысячи 776 рублей. Это для начала! Итак, мы начинаем! Начинаем игру в первом туре! Будьте внимательны, дорогие мои! Зачёркивайте в своих билетах! Номер 70! Ровно! Номер 70! Номер 13! Чёртова дюжина! Номер 13! Номер 18! В жизни раз бывает 18 лет! Номер 18! Номер 72! Номер 72! Игра продолжается! Игра продолжается! Номер 49! Номер 49! Игра продолжается! Игра продолжается! Номер 83! Номер 83! Внимание! Внимание! Среди играющих билетов 114 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Вот так. Вот так и звучат совсем простые правила игры в первом туре. Как только кому-нибудь из вас, обладателей билетов нашего сегодняшнего тиража, удастся зачеркнуть все 5 чисел в любой горизонтальной строке вашего билета, вы станете обладателем этой суммы, призовой суммы первого тура. Итак, я вытаскиваю бочонок, который может оказаться решающим для судьбы призового фонда первого тура. Номер 59. Номер 59. Стоп игра. Стоп игра, так и есть. В первом туре выиграли 3 билета. Выигрыш по 31 258 рублей. Я поздравляю всех трех. Я от души поздравляю обладателей одной третьей призового фонда первого тура. Я представляю, как сейчас радостно у вас в доме перед экраном телевизора. Ну что же, последуем премьеру выигравших в первом туре. Итак, игра в первом туре завершилась номером 59. Вот здесь игрок под номером 59. Вас зовут Евгений. Женя, перед вами стоит задача простая. По одному вытащить четыре бочонка из мешка. Игроки под этими номерами занимают места за нашим игровым столом. Номер 6. Точка внизу. Номер 6. Вот здесь играет игрок под номером 6. Все зависит от вас, Женя. Номер 4. Номер 4. Эх, Тачанка, Растачанка. После девятого хода 39 билетов претендует на розыгрыш джекпота. Итак, Женя, вот сейчас давайте на секунду остановимся. Дело в том, что благодаря нашим с вами усилиям появились билеты, в которых все номера, которые мы с вами вытащили, находятся в числе 30-ти номеров билета. Они являются претендентами на наш суперприз джекпот, который сейчас разросся, уже перевалил за 5 миллионов рублей. Вот если бы вы выиграли эту сумму, почему такая скептическая улыбка на лице, Женя, вот как бы вы ей распорядились? Вы что, вообще не верите, что вы можете выиграть крупную сумму? Нет. Вообще нет? У вас билет-то есть? Есть. Тогда какие проблемы? Ну, уже у них нету. Сейчас нету? Ну, так это же происходит каждый тираж все-таки. Вы никогда ничего не выигрывали? Нет, выигрывал по мелочи. По мелочи? Мелочи это для вас сколько? Тысяча, сто рублей. Ну, тысяча, да? Ну, тоже, в общем, такое превратное представление о мелочи. А если вы выиграли джекпот, более 5 миллионов рублей, что бы вы на эти деньги купили? Ну, к чему можно купить? Ну, например, у вас есть мечта? Квартиру. Квартира. За 5 миллионов можно купить квартиру? Еще останется. На что? На обстановку. Значит, наша цель – квартира и обстановка. Вы знаете, я очень вам советую принять участие в нашем праздничном тираже, который состоится 23 февраля. Более того, я вам даже хочу сказать, что 23 февраля в праздничном 437 тираже, посвященном Дню защитников Отечества, разыгрывается до 25 миллионов рублей джекпот, кубышка и необходимые вам квартиры в Москве. Ну, а теперь мы продолжаем. Начатое дело номер 41. Номер 41. Номер 41. После 10-го хода 10 билетов претендуют на розыгрыш джекпота. Есть. Есть, претенденты. И вы вытаскиваете номер игрока, который занимает ваше место. Номер 16. Номер 16. А прежде чем вы вернете? После 11-го хода 2 билета претендуют на розыгрыш джекпота. Претенденты есть. А прежде чем вы вернетесь на место, мне хотелось бы вам вручить приз. Сегодня за проделанную вами работу вы получаете мобильный телефон. Ну, вы как, немножко пооптимистичнее хоть смотрите теперь на жизнь, да? Сообщите, пожалуйста, мне по телефону, когда вы выиграете джекпот. Итак, благодарю Жене, а мы аплодируем вам. А теперь это ваше законное место. И прежде чем мы продолжим нашу игру, мне хотелось бы, чтобы наша компьютерная группа объявила призовой фонд второго тура. 187 тысяч 552 рубля. А это больше. Два раза больше. И мы продолжаем, продолжаем игру во втором туре. АПЛОДИСМЕНТЫ Ход ваш. Прошу. Номер пять. Номер пять. После двенадцатого хода два билета претендуют на розыгрыш джекпота. Осталось совсем немножко. Это был двенадцатый ход, сейчас тринадцатый. Есть претенденты. Номер 32. Номер 32. Игра продолжается. Игра продолжается. Прошу вас. Номер пятьдесят один. Номер пятьдесят один. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер восемьдесят пять. Номер восемьдесят пять. После пятнадцатого хода джекпот не разыгран. Джекпот не разыгран! Мы аплодируем и громче всех аплодирует Евгений, потому что у него конец. Он волновался. Теперь у него точно есть возможность в нашем следующем тираже выиграть джекпот и обеспечить себе квартиру в Москве. Для этого необходимо запастись билетом нашего следующего 437-го тиража. И может быть нам удастся овладеть этой суммой. Сейчас я на секунду прервусь, потому что моих сообщений ждут радиослушатели. Итак, дорогие мои, уважаемые мужчины, подарите своим женщинам лотерейные билеты праздничного 439-го тиража. Такой подарок, с одной стороны, необычный, оригинальный, но с другой, обязательно принесет удачу. Ведь в праздничном тираже разыгрывается уникальный призовой фонд до 150 миллионов рублей. Кубышка, джекпот, тренажеры, квартиры в Москве, автомобили Toyota RAV4 и 50 автомобилей ВАЗ. Каждый восьмой билет выигрышный. Русское лото подарить приятно, а выиграть легко! И мы продолжаем. Продолжаем игру во втором туре. Номер 25. Опять 25? Номер 25. Ход ваш. Номер 39. Ветхий завет. Номер 39. Ход ваш. Номер 7, нот в тишине. Номер 7. И вновь мы с вами. Номер 17. Мгновение весны. Номер 17. Прошу. Номер 31. Номер 31. Номер 31. Номер 38. Номер 38. Прошу вас. Номер 42. Номер 42. Номер 75. Семь пядей во лбу. Номер 75. Прошу. Номер 29. Номер 29. Номер 47. Номер 47. Прошу. Номер 58. Номер 58. Номер девять, Айвазовский. Номер девять. Номер пятьдесят пять. Вместо валенок перчатки натянул свиногетки. Номер пятьдесят пять. Номер четырнадцать. У нас сейчас в запасе 14 минут. Номер четырнадцать. Хорошо. Номер пятьдесят. Полста, ровно. Номер пятьдесят. Опа, номер восемьдесят. Девять, дедушкин сосед. Номер восемьдесят девять. Опа. Опа, давай все вместе. Номер двадцать четыре. Номер двадцать четыре. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет четырнадцать совпадений из пятнадцати в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все пятнадцать чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы напомнили правила. Это необходимо сделать сейчас, потому что появились билеты, в которых есть карточки, в которых четырнадцать номеров из пятнадцати уже зачеркнуты. Каждый ход может стать последним. Естественно, многое зависит от вас и того, кто вытащит счастливый бочонок, ждет приз. Номер сорок четыре. Стульчики. Номер сорок четыре. Лидирует один билет. Лидирует один билет. Номер пятьдесят четыре. Номер пятьдесят четыре. Игровая ситуация не изменилась. Не изменилась один билет. Как вы говорили, опа! 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 Номер шестьдесят шесть. Валенки! Номер шестьдесят шесть. Лидирует семь билетов. Семь билетов. Опа! Опа! Номер 78. Номер 78 лидирует 10 билетов. 10 билетов. У вас есть предощущение удачи? Да. Есть. Номер 22. Утята? Номер 22. Лидирует 19 билетов. 19 билетов. Давайте я перемешаю. Хотите? Как вас зовут? Лев. Лев. Очень хорошо. Такое грозное имя. Номер 23. 2 притоп. 3 прихлопа. Номер 23. Стоп игра. И Лев. Царь зверей победил. В третьем туре выиграл один билет. Выигрыш 187 тысяч 552 рубля. Мне хотелось бы вам вручить. Вам вручить билеты. Да? Мне хотелось бы вам вручить билеты. Это билет нашего 437 праздничного тиража. В этом тираже разыгрывается и крупный призовой фонд. Это джекпот и кубышка и автомобили. 23 автомобиля. Вас 2110. Ну и самое главное. Квартиры в Москве от души желаю вам удачи. Мы аплодируем. Лев победно обернулся. Оглянулся к своей спутнице. Это, конечно, это кроме, кроме, конечно. Кроме того приза, который вы завоевали в тяжелой, в тяжелой и серьезной борьбе. Мне хочется поблагодарить всех, кто играл здесь сегодня у нас за столом. И всех, кто играл и выиграл во втором туре. И все-таки один билет я хочу передать вот Евгению. Он все равно еще пока не повеселел. Это билет 23-го. На 23 февраля. Квартира в Москве. Женя, если вдруг как нужна квартира, вижу глаза грустные. Я прошу своих ассистенток. Один билет для Евгения. Аплодируем. Женя, вам билет. Ну, а я с нетерпением жду и уже дождался. Игрока под номером 23. Именно этим номером завершилась игра во втором туре. И вам и предстоит определить, кто будет играть за столом в третьем туре. Это игроки под номерами 88. Номер 88. 88. Вот ваше место за столом. Я надеюсь, что наши игроки, радиослушатели, телезрители не забывают зачеркивать эти номера в своих билетах. Номер 79. Номер 79. Вот ваше место за столом. Номер 79. Прошу. Номер 65. Номер 65. Номер 65. Номер 65. И сейчас... Как вас зовут? Сергей. Сереж. Появится игрок, который займет ваше место. Грустить вам по этому поводу не нужно. Номер 27. Номер 27. Потому что прежде, чем вы вернетесь на свое игровое место, вы получите приз от нас. Это, ну вот он, мобильный телефон и аплодисменты зрителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Сережа. Пожалуйста. Вы отправляетесь на свое игровое место. Вы занимаете это место по праву. И я с нетерпением жду сообщения нашей компьютерной группы. Каков призовой фонд третьего тура? 281 329 рублей. И еще больше, больше и больше. И мы продолжаем игру в третьем туре. Прошу. Номер 57. Номер 57. Пожалуйста. Номер 81. Номер 81. Это ваш ход. Номер 12. Дюжина. Номер 12. А это ход ваш. Номер 45. Номер 45. Как вас зовут? Михаил. Михаил, это неожиданно. Очень приятно. Михаил, вы вытащили счастливый номер. Это действительно счастливый номер для нашей передачи, для всех нас. Потому что адрес дирекции Русского АТО, Ленинский проспект, дом 45. Вот уже 8,5 лет каждый игрок, который вытаскивает этот бочонок из мешка, получает приз. Не будем нарушать традицию. Приз Михаилу. И вы аплодируете. А мы продолжаем. Продолжаем. Продолжаем игру в третьем туре. Прошу. Номер 34. Номер 34. Номер 43. Наоборот. Номер 43. Вот ваш. Номер 21. Очко. Номер 21. А вот и Михаил. Номер 77. Топорики. Номер 77. Как вас зовут? Так. Светлана. Номер 64. Номер 64. Как вас зовут? Василий Петрович. Василий Петрович. Очень приятно. Номер 60. Ровно. Номер 60. Так. А вас как зовут? Оля. Номер 46. Номер 46. Ну, с вами мы уже познакомились. Номер 2. Служили два товарища. Ага. Номер 2. Светлана. Прошу вас. Номер 63. Номер 63. Так. Василий Петрович. Спросим. Номер 40. Алибаба. Номер 40. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов два билета имеют 29 сополений из 30. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, Оля, появились билеты, в которых 29 номеров из 30 уже зачеркнуты. Кстати, в вашем билете я вижу неплохой результат. Теперь каждый ход может стать последним для судьбы призового фонда третьего тура. Тот, кто из вас вытащит тот самый счастливый бочонок, получит приз номер 37. Номер 37 лидирует 4 билета. 4 билета. Тезка, давайте. Номер 53. Номер 53 лидирует 6 билетов. 6 билетов. Света. Номер 62. Номер 62. В группе лидеров 7 билетов. 7 билетов. Василий Федорович, давайте. Это шанс. Номер 82. Бабушка, надо я сказала. Номер 82. Стоп игра. И это шанс. Василий Федорович, это шансы сколько? В третьем туре выиграл один билет. Выигрыш 281 329 рублей. Давайте поздравим. Аплодируем человеку, который выиграл на свой билет всю призовую сумму третьего тура. Я присоединяюсь к этим поздравлениям. Я очень рад за вас. Я поздравляю всех, кто играл за столом. Вам сувениры от нашей передачи. Тем, кто завоевал призы. Особые поздравления и аплодисменты зрителей. А с вами, Василий Федорович, у нас особый разговор. Вы выиграли вот этот вот тостер. Вещь нужная в хозяйстве. Но если вы не побоитесь им рискнуть, мы сможем сыграть с вами суперигру. Вы согласны? Он согласен играть суперигру. Тогда мы убираем этот тостер, потому что ему на смену приходят совершенно другие призы. Вот перед вами зеленый мешочек. Вы забрасываете туда вот эти 10 зеленых бочонков. И далее, если вы вытащите ноль, мы будем с вами играть на теплорадиатор. Единица – это видеомагнитофон, 2 пылесос, 3 видеомагнитофон, 4 музыкальный центр, 5 тарелка, НТВ плюс, 6 телевизор, 7 СВЧ, 8 большой телевизор и 9 – это компьютер. Итак, я перемешиваю бочонки в мешке. И Василий Федорович определяет, на какой приз мы будем играть. Это тарелка НТВ плюс. Я надеюсь, телезрители поняли, что и этот номер зачеркивать в билете не надо. Мы просто с Василием Федоровичем определили, на какой приз будем играть. А теперь мы определяем, как можно выиграть тарелку НТВ плюс. Вот чтобы оказаться как бы в этой своей тарелке, вам нужно определить, в каком из этих бочонков лежит табличка приз. Вы здесь с кем у нас на передаче? Жена. С женой, да? Вы хотите помочь супругу в трудном... Не хотите. Пускай сам. Это Ваш жизненный принцип, да? И вот пусть в трудных ситуациях все решает сам. Но в конце концов, нам, мужчинам, не привыкать. Василий Федорович, подумайте. Я вот искренне Вам как-то сочувствую и сопереживаю. Сейчас аплодирую те, кто за Василия Федоровича. Видите, за Василия Федоровича. Там вот только один парень не аплодировал. Видно, ему тоже нужна тарелка. Но это в следующий раз. Василий Федорович, решайте. Вот этот, да? Жена кивнула. От души желаю Вам удачи. Приз! Василий Федорович, во-первых, я очень... Давайте посмотрим, кто это ничего не было. Вот как Вы приняли такое решение? Вот что подсказало? Это же очень... Интуиция. Просто толкнула руку без раздумий, да? Во-первых, я рад, что в этот сложный момент жена растрогана. Вы очередной раз приняли ответственность на свои плечи в семье и оказались правы. Это очень хорошо. Я это от души приветствую. Еще раз пожимаю Вашу руку. Мы рады за Василия Федоровича. Сейчас мои ассистенты принесут сюда тарелку. Вот она, тарелка. Все остальное оборудование, конечно же, к этой тарелке. На щите Василий Федорович возвращается со щитом. Конечно же, со щитом. Спасибо большое, я очень рад. Мы продолжаем нашу игру. В четвертом и последующих турах со мной играет любимая певица Тамара Гварцетелли. Здравствуй. Здравствуй, Тамрико. Я очень рад. Давай. Мы продолжаем нашу игру. Ты помнишь наше правило. По одному бочонку из мешка. Два. Итак, номер девятнадцать. Номер девятнадцать. Игра продолжается. Игра продолжается. Сейчас будет денежный обвал. Номер тридцать пять. Номер тридцать пять. В четвертом туре выиграл один билет. Выигрыш триста пятьдесят шесть тысяч. Триста пятьдесят рублей. Вы слушаетесь, какая сумма. Тамара, это все ты сделала своей царственной рукой. Номер восемьдесят. Олимпиада в Москве. Номер восемьдесят. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер тридцать. Ровно. Номер тридцать. Выиграли три билета по сто пятьдесят шесть тысяч двести девяносто три. Вам неплохо. Неплохо. Мои поздравления тем, кто выиграл. Номер семьдесят три. Номер семьдесят три. Выиграли четыре билета по сто тридцать одной тысяче двести восемьдесят семь рублей. Вы слушаетесь, какие суммы в эфире русская лото. Номер двадцать шесть. Номер двадцать шесть. Выиграла восемь билетов по шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля. Номер пятнадцатилетний капитан. Номер пятнадцать. Выиграла одиннадцать билетов по пятьдесят одной тысяче сто пятьдесят одному рублю. Внимание. Внимание. В следующем туре разыгрывается путешествие в Прагу. Вот сейчас в руках товара, говорится, телебочонок. Сейчас я назову его номер. И тот, кто зачеркнет этот номер, последний номер в своем билете, и номеров зачеркнутых больше нет, не зачеркнутых, естественно, больше не останется, тот выиграет романтическое путешествие в Прагу. Для всех влюбленных номер шестьдесят восемь. Номер шестьдесят восемь. В девятом туре выиграл тридцать один билет. Каждый из этих билетов выиграл путешествие в Прагу или по тридцать две тысячи рублей. Ну, от души желаю влюбленным совершить путешествие в Прагу. Тамар, ты была в Праге? Да, там хорошо. Номер двадцать ровно. Номер двадцать выиграл тридцать билетов по восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять рублей. Итак, мы продолжаем. 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 Номер десять ровно. Номер десять выиграл пятьдесят один билет по одиннадцать тысячи тридцать два рубля. Вы говорите, сколько у вас номеров осталось? Я просто невольно слышу. У вас всего три номера осталось в билете, да? Ну, Тамара, ну, я не знаю, видишь, это... Это надо тебе постараться. Мы не знаем, какие номера. Не надо, не надо. Номер восемьдесят семь. Номер восемьдесят семь выиграла сто девять билетов по пять тысяч восемьсот пятьдесят рублей. Выхакивайте, если да. Номер пятьдесят шесть. Номер пятьдесят шесть выиграла сто семьдесят восемь билетов по две тысячи девятьсот пятьдесят рублей. Игра пошла вширь. Самая выигрышная лотерея России. Номер 28, Сиэн Коси. Номер 28 выиграла 212 билетов по 1769 рублей. Кивает, кивает. Отрицательно. Ну ничего, значит, телесвителям достанется. Номер 8, обручальные кольца. Номер 8 выиграла 479 билетов по 783 рубля. Итак, мы вытащили номер 8. Мне хочется напомнить нашим телезрителям о том, что приближается тираж, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Так приятно. Я думаю, что мужчины не забудут подарить своим очаровательным, любимым билеты нашего праздничного 439 тиража. В 439 тираже, посвященном 8 марта, разыгрывается уникальный призовый фонд до 150 миллионов рублей. Кубышка, джекпот, тренажеры. Естественно, это для нас, мужчины, тренажеры. Чтобы мы были достойны наших прекрасных дам, хотя бы внешне. Квартиры в Москве. Автомобили Toyota RAV4 и 50 автомобилей. Вас каждый восьмой билет выигрышный. Подарить приятно и выиграть легко. Тамара, поскольку номер восемь удалось вытащить тебе, я хочу тебе вручить вот эти билеты. Я хочу, чтобы они были у тебя в руках и чтобы наши телезрители увидели, что в твоих руках эти билеты. И все твои поклонники, естественно, запаслись билетами. А тебе я желаю выиграть какой-нибудь наш крупный приз. Итак, билеты нашего праздничного тиража в руках у Тамары Гварцетели. Ну, а наша игра продолжается. Мои ассистентки могут поддержать. Билеты твои. Мы продолжаем играть. Номер 71. Номер 71 выиграла 777 билетов по 724 рубля. Два номера осталось у вас. Номер 48. Половину просим. Номер 48 выиграла 984 билета по 572 рубля. У меня тоже очень часто так было. Знаешь, вот нужен номер и не получается. Номер 76. Номер 76 выиграла 1700 билетов по 331 рублю. Итак, мы продолжаем. Номер 69. Туда-сюда. Номер 69 выиграла 3114 билетов по 180 рублей. Прошу. Номер 67. Номер 67 выиграла 4725 билетов по 119 рублей. Номер 36. Есть выигравший. Номер 36 выиграл 7481 билет по 125 рублей. Особенно приятно, что здесь выиграл в студии наш игрок. Вот он, покажите его, пожалуйста. Да, если вы еще билет покажете, то будет совершенно замечательно. Тамар, ну ты вытащил номер 36. Это сегодня у нас 436-й тираж. Это счастливый номер. Вот я тебе вручаю приз. Вот он, твой приз. Спасибо. Да. Вот я в твоих руках его. Я хочу передать. А ты хочешь его кому-то? Третьего. Вот этому игроку? Конечно. Вы знаете, а вам повезло. Видите, вы выиграли, а Тамара хочет вам передать, подарить свой приз. Замечательный благородный поступок. Вы идете сюда? Идите сюда. Очень хорошо. Когда вы еще получите приз? Приз, личный утюг Тамары Гварцители, который она вам дарит. Ну что вы. Ну что же, пожалуйста. Да, вот сюда. Мало того, что вы выиграли по билету, вы еще выиграли приз. Аплодисменты студии. Спасибо большое. А мы продолжаем. С нетерпением ждут результаты наши игроки. Во всех 76 регионах России, играющих в русский ладон, номер 74. Номер 74 выиграла 10492 билета по 107 рублей. Итак. Номер 61. Номер 61 выиграла 15958 билетов по 100 рублей. Так. Приближается финал. Финал нашей игры. Номер 3. Есть выигравшие в студии. Номер 3 выиграла 30180 билетов по 77 рублей. Есть выигравшие в студии. Разыгрывается последний. Итак, последний ход. Последний шанс нашего игрока. Он застыл вот в этой ситуации и никак не может. Последний номер. Номер 1. Есть выигравшие. Номер 1 выиграл 42 741 билет по 79 рублей. На 84 ходу игры основной розыгрыш закончен. В мешке осталось 6 бочонков. Ромару, я тебя прошу приготовиться к исполнению музыкального номера. А мы подводим итоги нашего сегодняшнего тиража. Вот все, что осталось в мешке. Мешок я прошу передать в МПС для обследования. А я называю номера, которые остались в мешке после окончания игры. Итак, это номера 11. Барабанные палочки с нами. Номер 33, 52, 84, 86 и 90. Итак, вновь повторяю. 11, 33, 52, 84, 86, 90. Они остались в мешке. Как там наша кубышка? Кубышка не разыграна. Не разыграна. Играйте в нашем следующем тираже. А впрочем, продолжайте играть и в нынешнем, потому что сейчас в нашем праздничном тираже в 436-м по номерам купленных вам билетов мы разыгрываем специальные призы. Автомобиль Иванс 2110. Перед вами ровно 10 бочонков. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я подставляю наш маленький игровой мешок. Вы открываете задвижку. Вот все 10 бочонков у меня здесь. Обратите внимание на свой игровой билет. В нем персональный семизначный номер. Первый номер в каждом билете сошелся. Это не имеет никакого значения, какое вот главное последующее. И мы их определяем с вашей помощью. Один бочонок из мешка. Номер 0. 0. 0 я опускаю на место, потому что все повторяется. И, естественно, повторяются номера. Из рук Валентинов в праздничном тираже номер 7. Номер 7. Посвященном Дню Святого Валентина, Дню Всех Влюбленных. Из ваших рук можно принять в этот день любой приговор. Номер 9, точка внизу. Номер 9. Итак, второй круг, не менее важный. У кого в номере билета цифры выстраиваются в том же порядке, вы близитесь к нашему призу автомобиля ВАЗ-2110. Номер 4. Номер 4. Осталось два бочонка. Итак, осталось два номера. И вновь я перемешиваю. Теперь... ...номер 8. Номер 8 остался последний бочонок. Итак, последний номер. Все зависит от вас. У всех все сошлось. Представляете, сидят люди, ждут, смотрят на вас. Что вы им предложите? Это номер 3. Номер 3. Итак, я прошу назвать номера билетов, которые выиграли в сегодняшнем нашем праздничном тираже автомобилей ВАЗ-2110. 2 0 79 483 и 10 79 483. Итак, дорогие мои, я благодарю вас. Мы еще раз аплодируем всем трем Валентинам. Я прошу вас за стол тиражной комиссии. Напоминаю еще раз, что близятся наши праздничные тиражи. Ну, естественно, не забывайте, мужчины, своим дамам вы можете подарить на 8 марта билет нашего праздничного 439-го тиража. В нем разыгрывается уникальный призовой фонд 150 миллионов рублей, кубышка, джекпот, тренажеры, квартиры в Москве, автомобили Toyota RAV4 и 50 автомобилей. Вас не забывайте, что каждый 8-й билет выигрышный. Ну, а дамы, мои дорогие, 23 февраля в нашем праздничном 437-м тираже, посвященном Дню Защитников Отечества, подарите своим мужчинам билет телевизионной игры лотереи «Русская лото». В нем разыгрывается до 25 миллионов рублей, джекпот, кубышка, квартиры в Москве и 23 автомобиля ВАЗ-2110. Ну, а нашу сегодняшнюю праздничную передачу, посвященную Дню всех влюбленных, завершает очаровательная Тамара Гварцители. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда самолет взлетел твой птицей в небеса, упала с ресниц моих случайная слеза. День светел и чист, но где же тот, кто был со мной так нежен? Все теперь не так, как прежде, все не так. Как будто в чужой дом я вхожу к себе домой, и что происходит непонятно мне самой. Лишь на день с тобой просилась, А вокруг все изменилось, Время вдруг остановилось для меня. Этот день без себя Продолжался словно годы, Этот день без себя Снова обещал мне что-то, Уходил и возвращался, Уходил и возвращался, Уходил и возвращался, Все тянулся не кончался, И не знал о сердце, Как в ночи глупой согреться. Этот день без себя Продолжался словно вечность, Этот день без себя Он как будто в бесконечность, Уходил и возвращался, Все тянулся не кончался, Долгий день. Я верю, я знаю, Что мой беспокойный сон В ночи разорвет, Как будто криком телефон. Ты скажешь, Люблю, скучаю, Завтра утром приезжаю, Как прожил, Как прожил, И сам не знаю, Долгий день. Этот день без себя Продолжался словно годы, Этот день без себя Снова обещал мне что-то, Уходил и возвращался, Все тянулся не кончался, Долгий день. И не знал, Как в ночи глупой согреться, Этот день без себя Продолжался словно вечность, Этот день без себя Он как будто В бесконечность уходил, И возвращался, Все тянулся не кончался, Долгий день. Уходил и возвращался, Все тянулся не кончался, Долгий день. ПОТИСМЕНТЫ